Приветствую всех, кто присоединился к нашим прогулкам. Мы продолжаем гулять по Риму. Сады, простирающиеся на вершине холма Пинчо, были первым общественным парком, открывшимся в городе. Местные жители и туристы любят прогуляться по тенистым тропинкам, которые проходят по всей территории парка. Парк украшен фонтанами, памятниками и мраморными бюстами. Мы обычно паркуем машину с этой стороны парка, проходим по саду поэтов, где стоит скульптура Гоголю. Скульптура была установлена на вилле Бургези в 2002 году. Бронзовая фигура автора «Мертвых душ» – это работа известного скульптора Зураба Церетелли. Гоголь говорит об Италии. Европа в сравнении с Италией все равно, что день пасмурный в сравнении с днем солнечным. И сегодня в Риме прекрасная солнечная погода. Гоголь задумчиво смотрит на мир, придерживая на колени собственную улыбающуюся маску. Он прожил в Италии с перерывами почти пять лет. Николай Васильевич Гоголь писал. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу и уж на всю жизнь. Как это актуально? Кто-то из вас влюбился в Рим через мои видео и начал мечтать о поездке в Рим. А кто-то из вас уже был влюблен в Рим и сейчас с радостью продолжает гулять вместе с нами, узнавая что-то новое и новое о любимом городе. Зинаида Волконская, жившая в Риме, любила проводить литературные вечера. Ее гостями были Гоголь, Глинка, Тургенев, Щедрин. Там Гоголь познакомился с итальянскими художниками и поэтами. Он прекрасно владел итальянским языком. В Риме Гоголь писал поэму «Мертвые души» и начал писать повесть «Рим», оставшуюся незаконченной. Чуть раньше, в 2000 году, на Вилле Бургезе, в Саду поэтов, был установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Он никогда не был в Риме, но часто говорил о том, что его тянет посетить Италию и в первую очередь Рим. Пушкин был невыездной и по этой причине он не мог приехать сюда. Оставалось только воспевать Рим в стихах. На литературных вечерах Зинаиды Волконской, а она проводила их в Палаццо Полли, к которому пристроен фонтан Треви, второй этаж был полностью арендован ей. И у нее же была вилла, которая находится чуть дальше от центра города. Для тех, кто знает город, могу сказать, что эта вилла находится между базиликой Сан-Джувани и Латерано и базиликой Санта-Кроча и Джерусалемы. Вот за этим огромным забором находится вилла Зинаиды Волконской. Так вот, когда Зинаида Волконская проводила вечера там, в центре города и здесь, то друзья Пушкина, приехавшие в Рим, читали его стихи о Риме. Волконская была тронута стихами Пушкина и после его смерти решила поставить памятник в честь поэта на своей вилле. К сожалению, памятник Пушкина на вилле не сохранился. После смерти княгини она умерла по причине простуды. Волконская увидела на улице замерзающую нищую женщину и отдала ей свое пальто, после чего заболела и умерла. После ее смерти наследники продали виллу итальянскому правительству. Накануне Второй мировой войны на вилле была резиденция посла Германии. И именно на этой вилле предпочел остановиться Гитлер, когда был в Риме. В 1999 году отпраздновали двухсотлетие со дня рождения поэта. На вилле Волконских прошел концерт. А в 2000 году на вилле Бургезе был поставлен памятник Пушкину. Его выполнил Юрий Орехов. Поэт изображен сидящим на лавочке с пером в руке. Меня тут недавно поправили. В одном из видео я сказала, если вы приедете в Рим. Так вот, вернее сказать, когда вы приедете в Рим, то обязательно дойдите до сада поэтов. Это так трогательно увидеть наших поэтов в парке Рима. На несколько минут мы остановились у живописного озера. Здесь в далекие времена многие богатые семьи строили загородные виллы. Часто с фруктовыми садами и виноградниками. Прогуливаясь по этому холму, я часто вспоминаю про перы Лукула. Первую часть своей жизни Лукул зарабатывал деньги, что позволило ему вторую часть жизни прожить в роскоши. Он построил на этом холме виллу с садом, которая была роскошно украшена. В его садах созревали самые редкие плоды, а в прудах разводили самую изысканную рыбу. Лукул прославился своими перами, на которые хотели попасть все. Ведь его повара готовили тушеного осьминога, который таял во рту. Именно во времена Лукула шиком стало приготовить блюдо так, чтобы гости до окончания трапезы не понимали, что они ели. На стол подавались спинки беременных крольчих, поросята, фаршированные свинными мозгами, фазаньи мозги, соловьиные язычки, петушиные гребешки, лангусты и даже язычки розовых фламинго. Такие изыски повара готовили не только тогда, когда были большие пиры, но и когда Лукул трапезничал один. Он тонко подмечал, что сегодня Лукул в гостях у Лукула. Так что все это делалось не для гостей, а для самого себя. А гости нужны были для развлечения, ведь после пира хозяин устраивал чтение вслух и звучала музыка. Сейчас эта часть парка, где предположительно находилась вилла Лукула, украшена рядами мраморных бюстов, разбросанных повсюду в большом количестве. Это бюсты национальных героев, королей и государственных деятелей, художников и скульпторов, ученых и изобретателей, философов и историков. В 1808 году Рим, как и многие другие части Италии, попал в руки наполеоновских войск. Вскоре знаменитому архитектору Джузеппе Володье было поручено спроектировать новые сады. Это место должно было называться Садом Великого Цезаря. Когда после поражения Наполеона было восстановлено папское правительство, многие проекты, начатые при Наполеоне, были заморожены. Сады же были завершены. Первые бюсты появились здесь в 1849 году. Правительство папы Пия IX было свергнуто Римской республикой. И чтобы оказать финансовую помощь безработным художникам, жившим в Риме, новое правительство поручило скульпторам изготовить 52 бюста, выдающихся итальянских личностей, и украсить сады Пинчо. В то время правительство менялось. То папы правили Римом, то вновь была республиканская система правления. Бюсты подвергались цензуре. Были периоды, когда скульпторам давали задание изменить черты лица. Например, Никола Макьявелли стал архимедом. А голова с капюшоном доминиканского священника Савонарола имела вид Гуида Реццо. После падения папского государства в 1870 году многим персонажам, которые были заменены, сделали новые бюсты. В настоящее время в парке находится 228 бюстов. Плюс еще один бюст, который установили в прошлом году. COVID-19. Субтитры создавал DimaTorzok Старинный фермерский дом 16 века, построенный на Римске, был переделан в элегантное кафе. Сейчас это ресторан «Казино Володьер», назван по имени автора. В одном из бюстов, посвященном астрологу Анджело Сейки, есть отверстие в основании, на котором установлен меридиан. Сейки измерял меридиан, используя небольшую колонну, которая когда-то стояла вместо бюста, в качестве мишени. Он наблюдал за ним в телескоп с вершины обсерватории, которая была в Палаццо де Колледжо Романо. Директором этой обсерватории был сам Сейки. Бюст же на эту колонну был установлен после смерти ученого. Прекрасные виды на Римсхаума. Обратите внимание на современную дорогу. Она сейчас вся в заплатках. Во второй части видео мы прогуляемся с вами по античной дороге. И посмотрите, как она сохранилась. Многие бюсты подвергались вандализму. Можно встретить граффити и разбитые бюсты. Муниципалитет часто проводит тщательную работу, а недостающие детали заменяют новыми. Когда император Аврелиан возводил стену вокруг Рима в 275 году, Хоум вошел в часть города. По сей день эту стену можно увидеть в Риме. Вот она. Все прекрасно знают поговорку «все дороги ведут в Рим». А мне хочется сказать «все дороги начинаются в Риме». А точнее сказать, с римского форума. Там раньше стояла колонна, указывающая нулевой километр. Сейчас эта колонна находится на Апиевой дороге. Дороги строили так, что они отходили на все стороны света. По одной из главных античных дорог, которую называли «царицей дорог», мы с вами сегодня прогуляемся. В Риме так много достопримечательностей, что у туристов не всегда есть время добраться до Апиевой дороги. У вас это может получиться только на третий или четвертый раз приезда в Рим. Считается, что римляне унаследовали искусство строительства дорог от этрусков, улучшив методы и материалы. Чтобы построить дорогу, яму засыпали слоями разных материалов, потом закладывали плоскими камнями, а пустоты были заполнены песком. Плоские камни специально укладывали немного неровно, чтобы обеспечить отвод воды во время дождя. Античные дороги были устойчивы к дождям и наводнениям и почти не нуждались в ремонте. Эта Апиева дорога была построена в III веке до н.э. И мы до сих пор по ней гуляем. Древние римляне все строили на века. Сейчас, конечно, очень сложно проехать по ней на машине или велосипеде, чувствуются неровности. Но гулять по ней – одно удовольствие, поверьте. По ней когда-то проходили римские легионы, здесь проезжали торговые повозки с товаром, паломники проходили к святым местам. На Апиевой дороге можно встретить очень много гробниц и тут же находятся самые дорогие виллы. Так было и есть до сих пор. Я слышала, что Берлускони переезжают из палаццо Грациоли на одну из вилл на Апиевой дороге. Вот так ценятся виллы на античной дороге. Во времена Древнего Рима культ мертвых был очень высок, а красота гробниц придавала особый престиж месту. Римляне любили, чтобы их хоронили на обочине дороги. Так его имя и гробницу смогут увидеть больше людей. А началось все с того, что главный консультант Апиевой дороги, Апий Клавдий, после смерти хотел быть захоронен вдоль своей дороги. Отсюда и началось захоронение вдоль дороги. Существует легенда, что Апий Клавдий часто проверял, как идет строительство дороги. Он вставлял между камнями лезвие кинжала, и если ему это удавалось, то участок дороги приходилось разбирать и перекладывать заново. Благодаря такому четкому контролю, дорога существует и функционирует даже сейчас. В Древнем Риме по ней ездили колесницы и ходили путники. Для чего же была построена такая дорога? Историки считают, что первоначальная значимость дороги была для военных целей, чтобы воины смогли быстро добраться до пункта назначения. Ну а потом уже по этой дороге стали возить товары, и она приобрела огромную торговую значимость. В средние века часть Апиевой дороги была демонтирована. Сейчас на большей ее части мы видим уже новое дорожное покрытие, вымощенное брусчаткой, как и многие улицы и площади Рима. В Риме эти квадратные камни называют Сан-Пьетрини. Название этих камней связано с собором Святого Петра. Папа Бенедикт XIII чуть не вылетел из своей кареты, проезжая по площади Сан-Пьетро. Тогда рабочие решили вымостить площадь перед собором небольшими камнями. Так и назвали эти камни Сан-Пьетрини. И город начали мастить именно с площади Святого Петра. Брусчатка прекрасно держится на неровной земле, поэтому прекрасно подошла до города на семи холмах. Сан-Пьетрини КОНЕЦ КОНЕЦ Вдоль Апиевой дороги находятся катакомбы, но мы сегодня зайдем в церковь Святого Себастьяна за городскими стенами. Церковь названа в честь святого мученика Себастьяна, жившего в годы правления императора Диоклетиана. Молодой римлянин Себастьян, получивший достойное образование, занимал должность начальника императорской стражи и тайно исповедовал христианство своим товарищам. За это Себастьяна приговорили к смерти. Его тело пронзили стрелами. Он чудом выжил, не отрекся от веры и продолжал проповедовать христианство. Тогда римский император Диоклетиан приказал забить Себастьяна камнями и бросить тело в римскую клоаку. После случившегося одной христианке приснился сон. К ней явился во сне Себастьян и попросил вынуть его тело из клоаки, чтобы захоронить в катакомбах по христианскому обычаю. Здесь, в часовне святого Себастьяна, хранятся частицы нетленных мощей святого мученика. По эскизу Бернини скульптором Джорджетти было выполнено надгробие. А еще здесь можно увидеть оригинал той самой каменной плиты со следами стопы Иисуса. Так звучат на латыни слова «Куда ты идешь, Господи?». Легенда очень старая. Она описывает, как апостол Петр во время жестоких преследований христиан в эпоху Нерона пытался покинуть Рим. Выйдя из города, на Апевой дороге он встретил Спасителя. Петр задал Христу вопрос «Куда ты идешь, Господи?». На что Христос ответил «Я иду, чтобы снова быть распятым». Петр уловил упрек слова Христа, вернулся в город и встретил свою мученическую смерть в цирке Нерона. Петр попросил распять его вниз головой. Он посчитал, что недостоин чести быть распятым, как Иисус. Когда мы приезжаем сюда, я захожу полюбоваться последней работой скульптора Бернини. Ему было 80 лет, когда он закончил работу над бюстом Иисуса. Красивое лицо, распущенные волосы и благословляющая рука. Последняя работа скульптора предположительно была сделана для королевы Кристины. Удивительная работа вдали от центра Рима. Очень редко кто сюда доходит. Церковь выглядит очень скромно. Еще мне нравится здесь потолок, на котором изображен святой Себастьян. А я на этом буду прощаться с вами. Хочется надеяться, что вы досмотрели видео до конца и прекрасно провели время, гуляя со мной по Риму. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Делитесь с друзьями. И до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok